Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел показать вам интересный ресурс. Есть такая организация, вот тут видите, сверху написано Tech Service Alliance. Это большущая, большущая, гигантская такая консалтинговая компания. И эта компания на основании своих данных по своим делам каждый месяц, уже много-много лет, публикует вот такой IT Employment Index, то есть индекс занятости в IT. Давайте мы посмотрим. Вот в любое время вы приходите, вот здесь будет кнопочка. Единственное, что будет меняться, это за какой период. Вот видите, здесь написано, что это апрельский, вот апрель 14. Вот он, апрель 14, тут комментарии некоторые идут. А данные, соответственно, за март, за предыдущий месяц. Вот сейчас май 9, ну вот может быть в течение ближайших нескольких дней появится репорт за уже апрель. Ну вот это последнее, что мы видим. И на этой картинке, а картинки обычно идут на 24 месяца назад. Было время, они на год шли, а вот потом стали делать на два. И я давным-давно, много-много лет слежу за этим индексом, потому что мне для, ну для школы, для студентов, для работы, то есть, чтобы я понимал, куда мы движемся и так далее. И вот это современный такой индекс. Вы видите здесь слева, значит, голубеньким показаны цифры, сколько народу работает в IT. А желтеньким, вот тут справа, это другие инженерные области. Я на них не смотрю, мне неинтересно. Под работой в IT понимается широкий спектр вопросов. Это не только, скажем, программисты и сисадмины, а это даже, например, люди, которые продажами занимаются. И вы понимаете, что во время рецессии продажники страдают больше, чем, допустим, инженеры и так далее. Вот вы видите такую жуткую картинку, как она упала. Значит, что это здесь? Значит, тут у нас март 20-го. Вот март 20-го. Он уже вниз немножко пошел, вы видите, немножко пошел вниз. А потом начался апрель, май, июнь, июль. И вот с июля 20-го оно потихонечку стало возвращаться. Возвращаться, возвращаться. И вот здесь, наконец, марта. Это данные за март. Вот тут написано, если мы почитаем, значит, что по сравнению с мартом прошлого года, 20-го года, вот у нас 0,4%, чуть-чуть ниже, на 0,4%. То есть кажется, что вся эта такая глубокая яма, это только потому, что она на верхнем таком диапазоне, да, видите, от 5 миллионов до 5 миллионов 350 тысяч. Вот это все вот снизу доверху, это 350 тысяч. Поэтому здесь падало до тысяч, так, типа, 100, наверное, 15, вот так. 5 миллионов 115 тысяч падало с 5 миллионов 300, там, может быть, не знаю, 45 тысяч. Вот где-то процента 4. Процента 4 упало, фактически вернулось назад. Я думаю, что если мы посмотрим, скажем, за последний месяц, то вот эти вот 0,4%, они уже будут преодолены, и мы где-то вот будем примерно там же, где были раньше. Но это, я еще раз, я вам напоминаю, что это никак не связано с соотношением спроса и предложения. Это физический такой реальный найм. И я вам просто предлагаю знать, что есть такой индекс, и вы можете за ним понаблюдать. Поскольку я за ним давно наблюдаю, у меня из каких-то там, бог знает, старых загашников, я собрал в один фолдер, сейчас я вам покажу, собрал в один фолдер, сколько-то файлов более старых. Вот смотрите, у меня есть 2009 год. Давайте посмотрим. В 2009 году, тогда другой вид имело все это хозяйство, и вы видите, оно шло назад год. Да, вот с июня 2009 до мая 2008, тогда это был только год. И вы помните, что в это время произошло, да, значит, в конце 2008 года, там, значит, у нас кризис был. И вот он пошел, вот этот кризис, вот мы его видим, как оно там падает. Обратите внимание, что до кризиса найм был, количество работающих было вот 4 миллиона 50 тысяч. Не 5 миллионов 350, а 4 миллиона 50 тысяч. То есть мы видим, что за, сколько тут прошло, 11-12 лет. За 11-12 лет у нас количество работающих выросло на, там, 20 с лишним процентов, что неплохо. Вот оно там снижалось. Давайте мы глянем, что у меня есть еще. У меня есть 2011 год. Вот он уже на 24 месяца идет назад. Давайте поглядим. Вот он идет на 24 месяца назад. Ну, тут картинка маленькая, нет, не получится увеличить, нет. Ну, неважно. И вот мы видим, как мы, ну, если так, ой, нет, может быть, вот так. О, друзья, кое-что мы еще можем. Значит, вот смотрите, вот оно упало в декабре 2009. Вот тут был минимум, тут самый, вот декабрь, ноябрь. Это было 3000, что-нибудь такое, 820, и 3 миллиона 820 тысяч. Потом оно шло, 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 так довольно резко пошло вверх. И вот к апрелю 11-го года уже у нас было там под 4 миллиона. Так неплохо. Потом идем, это 11-й год, 13-й год тоже. За два года он нам показывает. Вот, и мы сейчас так его увеличим, картиночку так увеличим, увеличим. Вот за два года он показывает. И вот он пошел, еще растет. Ну, это там был апрель 11-го, 4 миллиона 100 тысяч. А вот он пошел, 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 пошел. Каждый месяц прет, прет, прет. И вот мы пришли в апрель 13-го. 4 миллиона 400 тысяч, да. Смотрите, 5% по сравнению с апрелем 12-го. За год на 5% выросло. Неплохо, да. Вот так оно все, значит, происходило. Это был 13-й год. 15-й год, да. Тут апрель, здесь март. Ну, практически два года. Давайте глянем. Значит, так, раз поглядим, что у нас тут. Тоже у нас выросло на 5, еще на 5% за два года выросло. А нет, за год, я извиняюсь. 5% за год. И вот оно так росло, росло и доросло до 4 миллиона 900 тысяч. Вот оно тут. 4 миллиона 900 тысяч. Прет так прямо вот, ну, понимаете. А я в это время, друзья, я в это время обучаю тестировщиков программного обеспечения, понимаете. И у нас бум, у нас прет. У нас, я просто страшное дело, что творится. Вот. И я это все переживал, как бы, на месте. Да. Идем дальше. Значит, ну, есть 17-й год есть. Давайте посмотрим. 17-й год. То есть, еще у нас прошло два года. И это 17-й февраль. Ну, это мартовские данные за февраль. То есть, еще два года прошло. И смотри, прям как прямая, да. То есть, вот с 4 900 она идет, идет, идет и доходит до фактически 5, там, ну, 200, там, что-нибудь там, 75. Вот она говорит, что выросла за год, за год на 200 тысяч или на 4, почти 4 процента. Вот оно так хорошо растет, правда? Симпатично. И вы понимаете, к чему мы клоним, да? Давайте мы пойдем. У меня за 19-й год у меня нету. Ну, собственно, и смысла нет. Мы понимаем, что там творилось. А вот у меня есть последний репорт. Я взял специально для нас, который был. Вот он, последний репортиц. И этот последний репортиц, вот с нашей дыркой, вот этой вот, да, которая тут образовалась, значит, было 5 350, причем стабильно стояло, обратите внимание, что весь 19-й год оно стояло, никуда не шло, даже немножечко тут снижалось, так, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. И вот мы дожили до марта 20-го года, тут, значит, целый год все было спокойно. И потом жах! И потом, в общем-то, более-менее вернулось назад. Да, то есть мы видим сейчас 5, не 5 300, там, 45, а сейчас там, не знаю, чуть-чуть-чуть-чуть меньше, вот там на 0,4% меньше. Нормально. Значит, вот такой инструмент, друзья, он показывает вам и прошлое, и настоящее. Ну, я храню за много лет, поэтому, значит, так оно вот, ну, позволяет показать тенденцию. А вам я хотел просто сказать, что есть такой инструмент. Есть такой инструмент, я вот даже ссылочку себе тут сохранил, чтобы оно так раз туда, и когда вы пойдете смотреть вот этот индекс, там текст некоторый есть, там обычно все идет с каким-то текстом. Вот, они, ну, что-то они пишут, что-то выросло до такого-то состояния. И там, значит, и вот там какой-то комментарий от какого-нибудь начальника, что после 8 месяцев непрерывного роста, значит, IT employment, значит, будет обратно к уровню до пандемии в ближайшие 30-60 дней, говорит Марк Робертс, CEO вот этого TechServe Альянса. Значит, основной вызов, который мы, значит, переживаем, это чтобы, значит, не хватает людей, да, insufficient supply of talent. Нет людей. Во многих областях, значит, IT, и наша фирма, говорит он, да, говорят, что есть люди, которые несколько работ еще держат, несколько джоп-офферов получают, то есть это говорит о том, что, как бы, жор на людей идет, да. Ну, смотрите, значит, тут еще много других новостей, они, они, как бы, довольно много интересного там есть на их веб-сайте, поэтому я хотел сказать, ребята, вот, вот есть такой ресурс, и я надеюсь, что вы получите удовольствие от того, что с ним познакомитесь. Счастливо!